Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Мы продолжаем наш телекурс, и сегодня основная тема нашей лекции будет многообразие ловщих сетей пауков. То есть мы будем говорить о пауках, об их образе жизни и непосредственно о ловщих сетях. Но перед этим мы хотели бы закончить наш рассказ о различных раковинах, которые формируют двустворчатые моллюски, потому что они представляют определенный интерес. Во-первых, они красивы сами по себе. Да, а во-вторых, что немаловажно, кроме красоты в раковин, мы просто, наверное, обязаны упомянуть несколько видов, которые отличаются удивительным поведением, в том числе поведением по строительству достаточно своеобразных убежищ, нор, и при этом, в общем-то, двустворчатых моллюсков, способных к различной такой сверлящей, разрушающей деятельности. Что, наверное, рассказ о строительной деятельности, он был бы не полон, если мы не упомянули эти виды. То есть тех моллюсков, которые, в общем-то, способны проделать, например, ходы в различных деревьях или даже в скалах, то есть в камне, растворяя их каким-то образом. Но давайте все-таки, если заговорили о красоте, коснемся так называемых жемчужниц. То есть жемчужницы в первую очередь известны тем, что они, внешне раковина, конечно, у них сама по себе не очень красива, но внутри имеется так называемый перламутровый слой, который у них развит очень сильно, и эти жемчужницы могут формировать жемчуг. Причем в зависимости от того, где жемчужница обитает, в каких условиях, в каких морях, она формирует жемчуг и разной величины, и разного цвета. Давайте обратим внимание на... Здесь представлены как раз раковины жемчужницы. Как мы здесь видим, жемчужницы действительно имеют различные раковины, в зависимости от того, где они обитают. Но обратите внимание на довольно толстый слой перламутра, то есть вот как раз внутренний слой, который имеется у жемчужниц. Ну, жемчужницы, они ведут, можно сказать, что сидячий образ жизни, редко меняет свое место. Они очень чувствительны к освещению, то есть они даже могут реагировать на небольшое затенение, переходя с одного места на другое, потому что таким образом, так как появление тени свидетельствует о возможной опасности, например, о появлении крупной хищной рыбы, которая может питаться вот этими моллюсками, то есть телом этого моллюска, и поэтому они довольно быстро и активно реагируют как раз на изменение освещенности. Сами жемчужницы получили свое название непосредственно от их, наверное, такого главного производного, который употребляется человеком, это непосредственно жемчуга. Наверное, стоит напомнить, что жемчик образуется в результате попадания в мантийную полость двустворчатого моллюска какого-то инородного предмета, какой-то песчинки, который для того, чтобы не нанести механические повреждения мягким тканям самого тела моллюска, выделяемым моллюском секретом, то есть непосредственно вот этим самым перламутром, обволакивается и таким образом переводится в состояние такого округлого шарика, который, естественно, уже нанести вред моллюску не может. Но, а так как этот шарик постоянно раздражает мантию моллюска, то постепенно этот шарик будет увеличиться в размерах, потому что все новые и новые слои перламутра будут на него накладываться. Таким образом, чем дольше жемчужина находится внутри раковины моллюска, тем потенциально ее размер будет больше. И совершенно правильно сказали, что действительно в разных, в зависимости от и уровня солености воды, и химического состава воды, и химического состава всевозможных подстилающих грунтов, вот этот оттенок перламутра, он, то есть самый жемчужинный оттенок, он будет сильно меняться в зависимости от той точки земного шара, где вот та самая жемчужница получила вот эту самую песчинку. Так вот, и самое интересное, что действительно оттенок будет следующий, что, например, японский и индийский жемчуг имеют сильный блеск, розоватый оттенок, австралийский белый, а, например, панамский, он имеет золотистый оттенок. Однако же встречается, например, и жемчуг, имеющий, например, темно-серый оттенок. И, наверное, стоит упомянуть, что кроме морских жемчужниц, которые как раз и продуцируют вот такой крупный округлый жемчуг, существуют и речные жемчужницы, которые производят так называемый мелкий речной жемчуг, который, кстати говоря, можно найти в различных районах североевропейской части России. Там жемчуг такой веретеновидный, вытянутый, он не такой крупный и не такой ценный, как морской жемчуг, но тоже не менее красивый. И он, скорее, вот он такой белого цвета, не уходит ни в какую из таких вот желтоватых или розоватых или голубоватых гамм. Но, тем не менее, так как формирование такого жемчуга действительно довольно большая редкость, он довольно редкий и очень сильно ценится. Вот это как раз именно речной жемчуг. Так вот, морские жемчужницы, как правило, не переносят опреснение. То есть, если говорить о, так сказать, экологических каких-то условиях, то именно вот морские жемчужницы, они как раз опреснение не вносят. И так же, как и меди и острицы, они, конечно же, образуют жемчужные банки, можно так сказать, или банки, стоящие из жемчужниц. То есть, они формируют так называемые колонии, которые располагаются в глубину от 10 до 15 метров. Издревле жемчуг добывался ловцами, то есть, люди ныряли на достаточно большую глубину и доставали жемчуг прямо из раковин. Но в сегодняшнее время, с развитием технического прогресса, естественно, вот этот сам процесс получения жемчуга, он в значительной степени такой автоматизированный, если можно так назвать. Человек сам стимулирует раковины для того, чтобы они образовали эти жемчужницы. Существуют целые плантации жемчужниц, где специально помещается внутрь раковины песчинка, и после этого раковина опять возвращается в морскую среду. Через определенное время эта раковина опять достается. Ну, естественно, достается не каждая раковина, а достаточно большие такие сорусы раковин располагаются в садках специальных, которые опускаются в воду, потом поднимаются, достается жемчуг, новые песчинки закладываются, и раковины опять-таки опускаются под воду. Таким образом достигается такой промышленный способ производства настоящего натурального жемчуга. Давайте обратим внимание на наш слайд, где представлен такой своеобразный слайд, где представлена раковина и лежащий на раковине жемчуг, который, как мы здесь видим, он имеет различный размер и различной степени, можно сказать, ограненности. То есть какой-то жемчуг имеет такую шаровидную форму, правильную шаровидную форму, какой-то жемчуг имеет более вытянутую форму, то есть форма может быть различной, в том числе и неправильной. Так вот, что самое интересное, что крупные жемчужины – это большая редкость. У испанского короля Филиппа II по преданию была белая жемчужина грушевидной формы и длиной до 3 сантиметров. Ну, в общем-то, так в рассказе Джека Лондона «Жемчуг в Орлею» упоминается о жемчужине размером с грецкий орех, с небольшой грецкий орех. Ну, в общем, можно сказать, что такие жемчужины встречаются в больших и старых раковинах. И, к сожалению, что жемчуг, в отличие от драгоценных камней, он не вечен. Через 50-60 лет он теряет свою форму, теряет свой блеск и цвет. Нет, жемчуг начинает трескаться и образуются на нем трещины. Это в первую очередь связано с тем, что стареет органическое вещество, находящее внутри жемчужины. То есть, такой долговеченец, как бриллианты и прочие драгоценные камни, жемчуг не обладает. Поэтому не можем сказать, была ли это белая жемчужина размером 3 сантиметра или не была, потому что достоверных источников нет. Ну, давайте коснемся других представителей двухстворчатых моллюсков, которые... вернемся к строительной деятельности животных, и как раз поговорим о тех двухстворчатых моллюсков, которые обладают каким-то строительным поведением. То есть, могут формировать гнезда, норки или могут вбуравливаться в субстрат. Ну, вот, кстати говоря, одним из таких животных, обладающих такой буравящей, бурящей деятельностью, является и самая крупная раковина двухстворчатых моллюсков, которые существуют на нашей планете. Это двухстворчатый моллюск, который всем хорошо известен, носит название тридакна. Тридакна достаточно большое количество видов, и тридакна обитает в Тихом океане и может достигать очень больших размеров, до нескольких метров, собственно, может быть, длина такой раковины. Давайте посмотрим, как выглядит тридакна. Это уникальный организм, который, в общем-то, кроме размеров тридакна еще поражает и своей окраской вот этой вот синей или синевато-зеленой окраской самой мантии, которая выступает наружу при открытой раковине. Кроме этого, сами края мантии, как правило, имеют такой зеленоватый оттенок, в связи с тем, что тридакна уникальна еще и тем, что она вступает в симбиоз с синезелеными водорослями, и эти синезеленые водоросли находятся внутри краев мантии этой тридакны. Тридакна, собственно, почему мы говорим о ней, как о животном, которые способны к строительной деятельности. Тридакна, в отличие от многих других двустворчатых моллюсков, она располагается, не лежит как бы на дне, на грунте, а она располагается вертикально. У нее раковина стоит вертикально, перпендикулярно относительно горизонтальной плоскости дна. Так вот, благодаря выделениям особых желез и, собственно, самому строению раковины, тридакна заглубляется внутрь, как правило, каменистого грунта при помощи образования вот под собой вот такой своеобразной выемки, своеобразного ложа, на котором она как раз может помещаться и, в общем, достаточно прочно соединяется с подлегающим, подстилающим, точнее, ее субстратом. Ну, а потом, как вы говорили, что она достаточно велика, и, наверное, масса ее тоже достаточно велика. То есть, и благодаря своей массе она еще так хорошо утрамбовывается в субстрат. Но кроме массы существует, соответственно, еще и некий сверлящий эффект, и поэтому тридакны, они относятся к сверлящим моллюскам, которые вот своей вершиной просверливают каменистые горные породы, подстилающие дно. Ну, кроме этого, вероятнее всего, когда она вот лежит в субстрате, да, вот трамбовывается субстрат, она выставляет наружу створки, вот створки приоткрываются. Да, ну, соответственно, створки могут приоткрываться, могут в случае опасности закрываться. И, кстати говоря, тридакна является одним из таких здоровых, крупных, мощных раковинных тридакны, являются, в общем, достаточно опасными для человека. И опасность заключается в том, что пловцы могут в тот момент, в то время, когда они перемещаются по дну, могут попасть ногой в эту раковину тридакны, и она захлопывается, и после этого, естественно, разомкнуть... А поднять он уже и не сможет. Да, разомкнуть эти створки раковины чрезвычайно сложно. Кстати говоря, поэтому вот тихоокеанские ловцы жемчуга, они с юности тренировались для того, чтобы избежать вот этого возможности попасть в пленг тридакны. Все это умение выливалось в то, что как только пловец чувствовал, что его нога попадает вот внутрь этой раковины тридакны, он моментально наклонялся, и единственное, что его могло спасти, это вот как раз очень быстрая такая моментальная реакция. Он быстро наклонялся и, засунув руку внутрь раковины, перерезал ей, соответственно, мускулозамыкатель. И только вот в таком случае пловец мог высвободиться из раковины. Если же он упускал вот этот момент, когда раковина захлопывается, то так как пловцы не были снабжены никакими дыхательными приборами, то дальнейшая участь его была ясна, человек там задыхался. То есть они еще являются довольно опасными при встрече с тридактами, может пострадать человек. Совершенно верно. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что мы сейчас поговорим о тех молюстках, которые обладают определенной строительной деятельностью, а именно, что они могут выстраивать каким-то образом себе убежище. То есть не просто использовать раковины, а именно использовать убежище. Убежище они могут сверлить в грунте, убежище они могут растворять с помощью химических веществ, и убежище они могут использовать как и сверляющую деятельность, так и использовать различные химические вещества. Так вот, следующий представитель, о котором мы с вами будем говорить, так называемый морской финик, так он использует для строительства своего убежища не сверление и несочетание сверления и действия химических веществ, а просто действия какого-то химического вещества, причем не какого-то, а известного. Это кислота, которая просто растворяет тот субстрат, в котором попытается устроиться этот моллюск. Ну, тут, наверное, стоит заметить, что, скорее всего, если этот моллюск, то есть морской финик, попытается при помощи своего кислотного субстрата, в смысле каких-то кислотных выделений, попытаться сделать норку в базальтовой глыбе, наверное, у него это не получится. Но, естественно, субстрат должен быть рыхлым, безусловно. Нет, он не только должен быть рыхлым, но и он должен представить из себя результат такого формирования осадочной породы. То есть, грубо говоря, морские финики могут строить себе норки, могут строить себе убежище только в известняках, потому что известняк – это тот же самый карбонат кальция, который при воздействии на него кислотой будет достаточно быстро растворяться, переходить, собственно говоря, в углекислый газ и воду. В смысле, в углекислый газ будет выделяться в результате воздействия, соответственно, на карбонат кислоты. Да, и, соответственно, соль кальция будет получаться. То есть, идёт известная реакция действия на карбонат кальция и кислоты, в результате ещё образуется соль, углекислый газ и вода. Да, но я думаю, что, наверное, все-то когда-то в школе пробовали капать на кусочек мела какой-либо кислотой и наблюдали вот такое шипение и бурление. То же самое, собственно говоря, делает и морской финик. Но сразу возникает вопрос. Раковина морского финика также состоит из карбоната кальция, в общем-то, из того же самого, из той же самой извести в той или иной степени. Но почему же на него не действует, собственно говоря, и кислота? Ну, вот оказывается, что раковина морского финика, она, ну, изнутри, понятно, она покрыта, точнее, прикрывается мантией и таким образом на нее не воздействует. А снаружи она также прокрыта специальными защитными образованиями, которые не устойчивы к воздействию кислоты. Ну, в том числе, так называемым органическим веществом, который вот очень устойчив к воздействию вот этой кислоты. То есть то, что у раковины называется перестракум. Да, и давайте как раз обратим внимание на морского финика. В общем-то, название его, он представлен здесь слева в норке, или формирующую норку, или в норке. А справа представлен непосредственно морской финик, углубляющийся вот в этот вот рыхлый известняк. И как мы здесь видим, что углубление идет довольно-таки медленно, но верное. Название морской финик тоже не случайно. Если обратить внимание на внешний облик этого моллюска, то он действительно чем-то напоминает нам финик. Да, ну и по цвету, и по форме. Поэтому, собственно говоря, и возникло название морской финик. Надо сказать, что морской финик углубляет свою раковину не только посредством вот такого химического воздействия, но и из-за достаточно специфической сверлящей формы самой раковины. То есть он, кроме этого, совершает еще движение по вот вбуравливанию внутрь вот этой вот осадочной породы. То есть все-таки сверление существует. Сверление, без всякого сомнения, тоже существует. Ну, следующий моллюс, который даже несколько не похож на моллюск, а скорее напоминает нам какого-то червя, даже какого-то кольчатого червя, вследствие того, что у него раковина редуцирована до такой степени, что она выполняет функцию сверла. Это так называемые моллюски, сверлящие различные предметы, в частности, моллюск, сверлящий дерево. Ну, вы совершенно правильно сказали, что он действительно похож на червя. И поэтому вот этот моллюск, кстати, их достаточно большое количество видов, вот наиболее известный, это так называемый морской червь, или как его еще по-другому называют, тореда. Давайте посмотрим, как он выглядит. Это один из таких мощных вредителей любых деревянных предметов, которые попадают в морскую воду. И от воздействия тореда страдали, это был своеобразный бич такого деревянного кораблестроения, потому что, действительно, моллюск очень быстро проделывал отверстия в деревянных корпусах судов. В настоящее время он в массе вредит различным деревянным постройкам, деревянным сваям, которые вбиваются на берегу моря. И моллюск чрезвычайно приспособлен к самому процессу сверления. Так вот, интересно, что возможность бурения этих моллюсков обусловлена подвижностью в половинах их раковины. Вот если обратить внимание на передний конец этого моллюску, то здесь имеются рудименты раковины, которые выполняют такую сверляющую функцию. Тут, наверное, нужно пояснить, что передний, в данном случае, конец, это тот, который внизу. Внизу, да. Так, на слайде, это тот, который направлен вниз. Действительно, что их раковины, которые не удерживаются в закрытом стане, как у нормальных моллюсков, специальным замком со связками, а свободно двигаются относительно друг друга, благодаря работе сильных мышц, действуя как бор, а точнее, как рашпиль. Обе створки раковины на переднем конце ребристые или зазубренные. Есть, собственно говоря, и другие приспособления к этой специализации. Дополнительное преобразование формы раковины, смещение некоторых органов и мышечных групп. Ну, это, естественно, как мы здесь видим, происходит перестройка всего организма для именно таких вот процессов, которые изначально двустворчатым моллюскам, естественно, не свойственны. Но тут нужно еще отметить, что древоточатые некоторые могут даже использовать и переваривать. Большую часть, большую часть, так сказать... Древесины. Древесины, да. Я хотела сказать, целлюлезы. В общем-то, там в основном является органическим веществом целлюлезы, которые попадают внутрь организма. Причем переваривают достаточно большое количество ее. А некоторые нет, они просто углубляются непосредственно внутрь этого дерева, причем углубляются вот такими движениями, так сказать, как вот вращение пояси. И в зависимости, кстати говоря, от того, вот насколько далеко прошел процесс специализации вот этих вот сверлящих древоточцев, вот этих сверлящих моллюсков, и можно судить, вот насколько они адаптировались вот именно к такому способу жизни. Потому что у наименее специализированных вот эта вот получившаяся в результате сверления влажная древесная кашица, она просто пропускается через пищеварительную систему моллюска и выбрасывается через выводной сифон наружу. В то время как, например, у более специализированных древоточцев у них внутри самого организма моллюска сформировалась специфическая флора кишечника, которая аналогична флоре кишечников, допустим, различных растительноядных млекопитающих, где сам вот этот процесс переработки целлюлозы, он поставлен, в общем-то, естественно, на такую... используются различные бактерии, различные симбиотические микроорганизмы. Да, в том числе и простейшие различные симбиотические микроорганизмы. Так вот, у таких специализированных древоточцев, у них также в пищеварительной системе поселяются микроорганизмы простейшие, которые и вырабатывают ферменты для расщепления вот этих вот молекул, вот этого полимера целлюлозы. Да, труднопереваривание вещества. И в результате они могут использовать получившуюся вот эту биомассу для собственного питания. То есть вот такая строительная деятельность в данном случае древоточества. Давайте еще раз обратим внимание на наш слайд с целью вот еще раз увидеть этого замечательного достворчатого моллюска, который совершенно на моллюск, конечно же, не похож. Еще раз хочу сказать, что чисто внешне он, конечно, напоминает какого-то кольчатого червя. Ну вот специализация зашла настолько далеко. Надо сказать, что в тропических районах земного шара существует, кроме вот древоточеств, есть еще и такие глубокороющие моллюски, то есть те, которые тоже большую часть жизни проводят, только в данном случае не зарывшись вглубь древесины, а зарывшись во влажную почву. Иногда они закапываются на глубину более метра, иногда даже до двух метров глубиной. И у них точно так же, как у Тореда, у них очень небольшая такая копательная раковина, располагающаяся на вершине, а все остальное тело, представляете, это уже очень сходное образование, такое червеобразное образование, только значительно больших размеров, достигающих, как я уже сказал, нескольких метров. И наружу у них выходят только два, соответственно, сифона. Но вот таких моллюсков местные жители иногда выкапывают и употребляют в пищу. Ну, естественно, в тропиках, в общем-то, влажность довольно-таки высокая, поэтому такие животные, как двусторчатые моллюски, они могут перейти к такому образу жизни. Да, но тут вот сходство вот этих роющих моллюсков и моллюсков древоточных заключается в том, что раковина у них не то, чтобы она редуцируется, она начинает играть принципиально другую функцию. Она не закрывает все тело моллюска, а используется моллюском как строительный инструмент. У роющих моллюсков двустворчатых она используется как лопата, то есть они закапываются при помощи этой раковины. А у древоточцев она, соответственно, используется для сверления достаточно такой вот твердой, упругой древесины. Ну, а сейчас давайте мы с вами закончим разговор о двустворчатых моллюсках. И как раз мы завершаем наш рассказ о моллюсках именно теми моллюсками, которые, в общем-то, свойственны уже элементам настоящей строительной деятельности. В завершение, наверное, стоит только упомянуть, что если мы будем рассматривать настоящую деятельность по постройке каких-то жилищ, то среди моллюсков тут стоит, конечно, упомянуть и головоногих моллюсков, у которых, например, некоторые виды осьминогов строят гнезда для своего потомства. И там самки осьминогов таскают достаточно большие камни и сооружают такие своеобразные укрытия, куда они потом откладывают яйца. При этом даже для некоторых осьминогов свойственно не только строительство такого гнезда, можно сказать, что это гнездо, но кроме этого даже некая забота о потомстве, потому что самка осьминога какое-то время, в общем-то, проводит рядом с гнездом и отгоняет непрошенных гостей. То есть такая, как, с одной стороны, и строительная деятельность, а с другой стороны, и вот некая забота о потомстве. Ну, а сейчас бы, конечно, хотелось бы приступить к нашей основной части. И в первую очередь, эта часть связана с пауками. Это новые, соответственно, животные, далеко отстающие от моллюсков. И, в первую очередь, пауки относятся к так называемому тип членистоногий и, соответственно, к классу-классу паукообразных. Значит, почему мы начали наш разговор с типа членистоногих, а непосредственно с пауков? Потому что всем известна деятельность пауков, а именно, в первую очередь, их строительная деятельность связана с формированием так называемых паутин. Причем, паук и паутина, собственно говоря, у нас такие два неразрывных понятия. Ну, и пауки все-таки, вот если мы говорили о моллюсках, говорили, что там мы с какой-то натяжкой можем говорить о строительной деятельности. И все-таки большую часть времени мы уделили различным защитным образованиям, таким как раковина. То у пауков тут, наверное, ни у кого не возникает никаких сомнений, что различные постройки пауков, они являются результатом достаточно сложного комплекса различных инстинктов, позволяющим строить удивительно прочные, легкие сооружения, которые получили название вот эта всевозможная паучья паутина. И то, что пауки из нее строят, это и замечательные постройки всем хорошо известных пауков-крестовиков, это и различные коконы, это и значительно более устроенные ловчие паутины, это и уже, если, допустим, совсем упрощать, то это даже те небольшие паутинки, которые появляются у молодых паучат, и зацепившись за которые, они совершают свои первые в жизни перемещения, перелетают от того места, где они появились на свет, уже куда-то в те места, где они будут жить, таким образом осуществляя расселение. То есть паутина у пауков используется очень широко и играет чрезвычайно важную роль в их жизни. А кроме этого, сама по себе паутина является довольно удивительным образованием. Мало того, что паутина это, в общем-то, состоит из белка, то есть в основу паутины лежит белковая молекула, сама паутина является очень прочной, и в некоторых даже... То есть само по себе то, что уделяют пауки, паутина является очень удивительным веществом, можно так сказать, потому что она, с одной стороны, прочная, с другой стороны, она хорошо растягивается. Ну вот если так сравнить паутину, то оказывается, что паутина может... Соответственно, нагрузка разрыва для паутины на 1 мм квадратной площади может составлять у разных видов пауков от 40 до 261 кг, что, согласитесь, это достаточно такое очень прочное соединение. Но это, соответственно, пересчёт делан на 1 мм квадратный. Естественно, паутина у самих пауков, она значительно тоньше, чем 1 мм квадратный, и именно поэтому мы её можем порвать. В то время, кстати говоря, как у многих других насек, членистоногих, ну, в частности, например, у гусениц, которые из паутины, исходной по составу паутины, делают себе коконы для многих насекомых с полным циклом превращения, характерно строительство таких вот коконов, у них крепость этой самой паутины значительно более низкая. Она всего лишь от 33 до 43 кг на 1 мм квадратный. И вот даже здесь можно привести сравнение со стальной проволокой. Считается, что паутина, если мы будем сравнить её со стальной проволокой такой же толщины, то она более растяжима и более прочна. То есть, на самом деле, это такой вот хороший строительный материал. И нужно отметить, что среди народов, например, которые живут на Мадагаскаре, они используют такую деятельность паутины, используют такую деятельность паука, именно то, что паук выпускает вот эту вот шёлковую нить, которую мы называем паутина, и используют это и делают из них различную одежду, которая по своим свойствам отличается от того шёлка, который мы получаем от из кокон гусениц. Ну, то есть, из коконов того же самого тутового шёлкопряда? Тутового шёлкопряда. Отличается она, во-первых, своей прочностью, с одной стороны, а с другой стороны, таким вот натуральным блеском. Она сама по себе красива. Да, ну и вот как раз те цифры, которые мы приводили на разрыв паутины и различных коконов, различных других членов, в том числе насекомых, относятся к тутовому шёлкопряду. И получается, что если бы использовали для придения шёлка, соответственно, не паутину тутового шёлкопряда, не волокна, которую, собственно говоря, не волокна, а ту нить, которую можно получить от тутового шёлкопряда, а использовали бы паутину, то получалась бы ткань значительно более прочная и более эластичная. Но, тем не менее, тутовый шёлкопряд, наверное, человеческое отношение к пауку здесь сказывается, потому что у многих людей пауки вызывают достаточно большое отвращение. Я думаю, что здесь не только связано непосредственно с отношением человека к паукам, к известному заболеванию, от которого получили название и многочисленные голливудские фильмы, непосредственно о арахнофобии. Я думаю, что здесь ещё и некоторый промышленный подход сделает, потому что паутина тутового шёлкопряда, она, скажем, её значительно более просто получить и более просто получить из неё нить, потому что, соответственно, тутовый шёлкопряд, гусениц тутового шёлкопряда делает кокон, достаточно толстостенный кокон из вот этой паутины, в то время как пауки используют, во-первых, большое количество типов паутины, то есть у них существуют паутины самых разных типов и сортов, которые используются для той или иной деятельности. А вот, например, смотать паутину непосредственно с ловчих сетей, задача, в общем-то, нетривиальная, и она трудновыполнимая. А вот сам кокон у большинства видов пауков делается из паутины, скажем, другого сорта, другого типа, которая не так пригодна для самого предельного производства. Я думаю, с этим, прежде всего, связаны трудности использования паутины вот в таком промышленном, в промышленных масштабах. Кстати, по поводу использования паутины, очень многие учёные подошли к этому вопросу нетривиально. Просто сейчас существуют попытки как раз получения трансгенных растений, которые вырабатывают как раз вот этот белок, из которого паук формирует паутину. То есть таким вот образом, как будто растение вырабатывает, опять-таки, паутину, которую человек может использовать. То есть такой вот нетривиальный подход к получению вот этого паутинового шёлка. Но давайте всё-таки обратим внимание на нашего паука, который здесь уже давно нас ждёт. Здесь представлен внешний облик паука, непосредственно паук сверху, и его, так сказать, лицевая часть. Да, ну, собственно говоря, его лицевая охотничья часть как раз именно та, которая никоим образом не имеет отношения, никого особенного отношения к паутине не имеет. Ну, это мы на следующем слайде как раз посмотрим. Да, и здесь мы можем увидеть его внешнее строение, которое, в общем, всем хорошо известно. Давайте теперь вернёмся непосредственно к самой паутине, вот к тому материалу, с которым делаются все вот эти замечательные ловчие сети. И давайте посмотрим, каким же образом выглядят те самые образования, которые выделяют паутину. Вот как раз, вот посмотрите внимательно на этот слайд, здесь показаны три картинки. С одной стороны, это паук, который выделяет, вот мы здесь видим, но у паука имеются так называемые паутинные бородавки, которые выделяют как раз вот эту вот нить, да, или эту паутинку. Как мы здесь видим, что как будто паук, вот показаны низ брюшка этого паука, как будто подвешены этой паутинки. В центре как раз представлена картина, когда из паутинных бородавок выделяется вот этот паутинный шелк. Паутинные бородавки – это водоизмененные брюшные ножки. Они расположены на брюшке снизу перед бугорком анального отверстия. И, соответственно, эти паутинные бородавки имеют многочисленные хитиновые паутиновые трубочки, такие водоизмененные волоски, которые открываются протоками паутинных желез. Соответственно, строение самого паутинного аппарата у разных групп пауков может быть очень разнообразным. И там существуют разные типы желез, разные типы самих этих паутинных бородавок, могут быть паутинные конусы. То есть вот этот набор различных вариантов, из чего может выделяться сама паутина, чрезвычайно большой. И наиболее сложный паутинный аппарат существует у пауков-крестовиков, у которых различается до шести типов паутинных желез. Причем на паутинных бородавках в общей сложности имеется более 500 трубочек и около 20 различных паутинных конусов. И, соответственно, паутина, которая выделяется вот этим таким большим набором различных паутинных бородавок, она бывает тоже чрезвычайно разная. И потому что, соответственно, вот эти все продукты, точнее, все вот эти образования, которые выделяют паутину, соединены с большим количеством разнообразных уже, собственно, паутинных желез. Так, например, для построения ловчих сетей употребляет секрет всех желез, которые у него сформированы на вот том, как раз, вот этой паутинной пластинке. Паутинная рама, то есть сам каркас паутины и те нити, которые натягивают основные радиусы, выделяются, значит, для их постройки идут сравнительно толстые сухие нити, которые выделяются из ампуловидных желез. При этом, соответственно, так называемые грушевидные железы выделяют пучки тонких волокон, которыми концы основных нитей прикрепляются к окружающим предметам. Спиральная нить, например, делается из паутины дальковидных желез и покрывается липким секретом древовидных желез. То есть видите, какое большое количество всевозможных типов желез существует у пауков для создания самой паутины. Причем вот эти древовидные железы выделяют секрет липкий, который достаточно длительное время не затвердевает на воздухе, и через некоторое время после выделения он собирается в виде таких микроскопических капелек, которые иногда удается даже заметить невооруженным глазом. Они действительно висят на вот этих вот спиральных нитях паутины и служат для приклеивания различных насекомых, когда они попадают в ловчую сеть. Ну, в общем, в принципе, мы можем бесконечно продолжать список различных вот этих желез пауков, потому что их несколько десятков у разных типов пауков. И во всех случаях будет получаться какой-то новый сорт паутины. Ну, тут нужно еще очень отметить и то, что, оказывается, паутина, как вы правильно сказали, бывает даже, можно сказать, не двух сортов, а трех сортов. Во-первых, это может быть сухая паутина, по которой перемещается сам паук, потому что он не хочет быть приклеенный к своей же собственной паутине. С другой стороны, паутина действительно может быть липкая, то есть это именно та часть, к которой должны приклеиваться насекомые, попадающие в паутину, потому что липкая паутина гораздо больше в паутине, чем сухой паутинки. И, оказывается, некоторые пауки формируют начесы на самой паутины, то есть они вот с помощью своих щезочек, располагающихся на ножках у пауков, они формируют такой начес типа ваты. И за счет этого начеса, опять-таки, насекомые, можно сказать, что приклеиваются к паутине или остаются в паутине, удерживаются на паутине. Скорее, не приклеиваются, а удерживаются на паутине. То есть получается, так сказать, паутина таких вот трех типов. Ну да, тут идет сочетание, с одной стороны, и самого приклеивающего эффекта, а с другой стороны, создаваемый начес, как вы совершенно правильно сказали, который, кстати говоря, у некоторых видов пауков создается специальными выростами на хелицерах, то они точно так же, как вата, любой насекомый, который на него садится, будет обволакиваться этими микроворсинками этой паутины и тоже усиливать, таким образом, эффект по удержанию насекомого на этой паутине. Причем надо отдать, так сказать, должное пауку, что никогда по липким нитям или по хватным нитям паук бегать не будет. Он бегает только по особым сухим нитям, а он знает, где они располагаются. Ну и надо еще в завершении разговора о самой структуре паутин, наверное, сказать, что существуют специальные паутины, из которых пауки делают коконы, которые, в общем-то, являются уже совершенно другим этапом в производстве вот этой паутины, и они служат для защиты и обогрева потомства самих пауков. И там паутина используется еще одного сорта, который в максимальной степени приспособлен для выращивания подрастающего поколения пауков. То есть удержание, например, температуры внутри кокона. Совершенно верно. Таким является теплоизолятором. Да, очень хорошим теплоизолятором является в том числе вот такая вот специальная паутина для коконов. Ну давайте теперь поговорим о том, какие бывают пауки, какие защитные сооружения они строят, используя, собственно говоря, свою же собственную паутину. И как раз вот здесь у нас представлен паук из рода Уларобус. Надо сказать, что, в принципе, пауки, вот мы привыкли видеть, наверное, и представлять себе паутину одного из видов, точнее, одного из родов пауков, непосредственно пауков-крестовиков, которые всем хорошо известны. Это такая вот округлая паутина, которая соединяет, которая располагается, точнее, как правило, между ветвями либо деревьев, либо крупными какими-то травянистыми растениями. Но оказывается, что, хотя, конечно, пауки-крестовики являются, наверное, вершиной вот такого вот архитектурного творчества среди пауков, но есть и целый ряд других видов, которые строят паутину несколько таких разной формы, не обязательно вот такой концентрической, но и используют ее несколько иначе, чем пауки-крестовики. Ну давайте посмотрим на одного из представителей пауков. Который строит не такую красивую паутину. Да, которая, правда, близка по своему внешнему облику к паутине паука-крестовика, но в отличие от паука-крестовика, эта паутина располагается не вертикально, а горизонтально. То есть паук ее натягивает не перпендикулярно поверхности земли, а растягивает ее непосредственно над землей, таким образом как бы вылавливая другую группу насекомых, чем, допустим, пауки-крестовики. Но нужно здесь отметить, что в любом случае вот эта паутинка, она все-таки несколько вертикальна. То есть назвать ее просто горизонтально паутина довольно сложно. Ну, она располагается под некоторым углом, но в целом паутинка улоробусов похожа на паутину пауков-крестовиков, что мы можем увидеть и на фотографии. Да, но располагается не перпендикулярно поверхности почвы, а скорее горизонтально. Вот здесь представлены различные пауки, которые живут в горах Центральной Европы, так называемый паук гиптиотис. Как мы здесь видим, он формирует треугольную сеть, которая натянута обычно на сухие нижние ветви ели, и еще напоминает она, в общем-то, по своему строению, так сказать, сектор от круговой паутинки. Как раз вот мы здесь видим, здесь представлен такой вот сектор или треугольник вот этого паука. В отличие, например, от паука-крестовика, который, в общем-то, у которого паутина стационарно закреплена, у этого вида пауков, у хипиотисов, они, соответственно, имеют такую протяженную длинную сигнальную нить, которую паук удерживает, и при попадании в нее добычи он начинает ее то отпускать, то подтягивать. Таким образом, паук как бы стимулирует запутывание жертвы внутри самой паутины, и, скажем, вот такую постройку уже можно назвать не просто ловчей сетью, а таким своеобразным силком или такой ловушкой для ловли различных насекомых. То есть здесь паук, в общем-то, сам использует свою собственную силу для того, чтобы, в общем-то, вот это насеку, попавшееся ему насекомое, запуталось внутри самой паутины. И, кстати говоря, вот если, скажем так, здесь существует две стратегии использования паутины. Если паук-крестовик плетет достаточно большую паутину и таким образом закрывает достаточно такое большое пространство между ветвями, и действительно, наверное, здесь похож, допустим, на рыбака, который спускает длинный трал и тралит, собственно говоря, дно, точнее, не дно, а вот все водное пространство в поисках рыбы, то вот этот вид пауков, он скорее похож на охотника, который ставит, допустим, селок на зайцев, и таким образом при появлении добычи он набрасывает этот селок на появившуюся потенциальную жертву. Возникает вопрос, что более перспективный. Да, совершенно верно. Кстати говоря, вот пауки-улоробусы, они тоже могут, вот тот предыдущий паук, о котором мы говорили, он также может оттягивать свою паутину при помощи сигнальной нити, и таким образом ее паутина может изгибаться и преобразовываться в виде такого своеобразного вогнутого купола. И затем, в тот момент, когда добыча начинает приближаться или попадает в эту паутину, он эту, собственно говоря, нить ослабляет, и паутина при входе в движение, и таким образом, в общем-то, вероятность того, что добыча попадет в эту сеть, приклеится она значительно выше. То есть мы здесь видим то, что у пауков вот эта вот сама строительная их активность, она, в общем-то, достаточно разнообразна и демонстрирует разные не только строительные приемы, но и охотничьи. Ну да, еще существует целая группа пауков, которые, с одной стороны, даже не формируют скорее вот эту паутинку, а ловят, допустим, добычу с помощью так называемой клейкой капли, которая существует, например, мастафоры. Ну а кроме этого существует целый ряд так называемых пауков, которые даже не строят такую вот обширную паутину, а, в общем-то, формируют различные норки. Норки обшивают как шелком этой паутины, имеют такую специальную паутинку в качестве сигнала, кто там идет рядом с норкой, и выскакивают из норки на это животное или насекомое. Ну, наверное, уже в качестве такого своеобразного примера, это когда пауки делают паутину, которую держат просто-напросто у себя между ногами и просто набрасывают эту паутину на какую-либо жертву. Охотники. Охотники. Но обо всех этих видах пауков мы с вами поговорим на следующей лекции. А сейчас наше время завершилось. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok